Российские и китайские ученые продолжают изучать космическую погоду. В Якутске стартовала тематическая конференция. Ее проводят в 13-й раз и впервые мероприятие проходит в столице республики. Подробнее Павел Танин. Изучение и попытки прогнозирования погоды в космосе начались почти 50 лет назад, но интенсивно развивать это направление стали с 95-го года. Сегодня прогнозирование отчасти напоминает земную метеорологию. Все начиналось с того, что наблюдали обычные атмосферные явления и пытались предугадать, предсказать эти явления с помощью народных примеров. Но метеорология прошла огромный путь. Были выработаны определенные понятия, обнаружены структуры в атмосфере. Более 80 ученых из обоих стран обсудят, что необходимо для дальнейшего развития направления, которое уже может похвастаться успехами. Об одном из них написали в свежем выпуске американского научного журнала Space Weather. Они утверждают, что 23 мая 1967 года была большая авария. Три локатора, которые были нацелены на Советский Союз, отказали. Они подумали, что начинается атака со стороны Советского Союза. Это дело весьма серьезное. И военно-воздушные силы Соединенных Штатов были готовы уже поднять дополнительное число бомбардировщиков с атомным оружием на борту. Это было бы очень страшно, безусловно. Но ученые американские быстренько разобрались, в чем дело, и сказали, что это дело Солнца. И все это дело отменили. Вот это говорит о важности изучения космической погоды. В течение рабочей недели на сессиях конференции прозвучит порядка 100 докладов. И работа форума будет способствовать дальнейшему развитию диагностики и прогнозирования космической погоды. Павел Танин, Дмитрий Сергучев, НВК САХА, Якутск.